посмотрим что нас ждет всем привет дорогие сегодня у нас что воскресенье мы вышли на такую можно сказать уже вечернюю прогулочку новый торговый центр говорила в общем сейчас едем на другой центр у нас тут недалеко как пешком не дайте конечно где-то на машине 5 открылся новый торговый центр этим на розетку похож на наш торговый центр в плане того что он под открытым небом он как бы вроде как больше ну там какие-то разве кухи тоже есть ролик посмотрим так мы уже приехали здесь такой вифтик новый там из парковки чистенький камера смотрите здесь каруселька нет у нас тоже такая в нашем торговом центре стела потом убрали парк здесь классно для деток мне нравится еще много таких маленьких магазинчиков и вон карусель еще одна стоит и вот такой вот прудик сейчас погода просто пасмурно вечереет поэтому не очень так прям все красиво у лошадки волосы сзади ну да прикольно это кто-то про лягушки может быть обезьянка моя ого смотрите как здесь красиво мы здесь сфотолис уже такая вот промо локация готова красиво что вот это каруселька на фоне мостик как будто где-то в европе очень классно муж пошел в интерспорт ну на самом деле замерзла этим холодным сегодня уже как-то темнее это ну но я еще магазин не открыты но я рада что у меня степо трагогой центр у меня все ну мы Субтитры делал DimaTorzok 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 Так что сейчас будем кушать Приятного аппетита! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Привезли сегодня ковры Даже вовремя Привезли , сказали пять дней Четко Катя тут поубиралась Мира сейчас полы помоет Моя помощник И высохнет потом будем стелить чистый коверчик, проверю насколько пятна дома отстирались, я заметила пару пятнашек, даже по-моему с фото локум с этой стороны где-то, в общем сейчас будем проверять. Вау, да хорошо отмели, так смотрим пятнышки где наши, вот тут было пятно, вот это осталось, видишь пятно, смотри вот это осталось, вот видишь, а вот тут у меня было такое пятно, вот этой штучки, там где мягкая нет мыля, а там где твердая это не особо, все равно пахнет, коврик наш чистый, пахнет, пахнет вкусно, называется на детей миру, что ты делаешь, я ей сказала, может полежать на чистом ковре, а вот она решила уберу от жизни все, давай раскручивайся, давай я тебя снимаю, раскручивайся, придумала, что делаешь? Мира очень рада, почему рада? Потому что я очень сильно хотела Лего собрать, да, Мира хотела Лего, в общем я ей заказала сюрпризиком, она не знала, что заказала, вот такой вот набор, на крендиол нашла, Барби Лего, здесь прикол в том, что они здесь, в общем, как-то меняют свет, в общем, что-то надо, там, Мира любит с водой играться, да, любишь такие штучки, вот здесь еще уголки, да, открой сейчас, давай, а вообще, ты не любила Лего, да, никогда, напишите, кстати, ваши дети Лего играют или нет, потому что Мира никогда Лего не играла особо, но у нее были Лего, я покупала, естественно, настоящие, там, и на прошлый Новый год, ага, как здесь прям, да, вот так надо делать с водичкой и смывать, в общем, да, но она как-то никогда особо не играла, у нас в прошлом году был классный адвент календарь Лего, новогодний, очень крутой, я бы и в этом году взяла, но они дорогие цвета очень, супер, надо водичкой их растворять, да, да, ну тут написано все, нарисовано, я поняла, сюда вот, наверное, там инструкция нарисована, да, в общем, надеюсь, что ты соберешь сама, да, вот будешь делать, там по инструкции все делай, ты же большая, можешь все понять, да, по порядку, по порядку все будешь делать, давай, Лем, хотела показать, как этот фокус происходит, давай, у меня в руках уже делается, ну потому что, да, мокрые руки, давай, опускай, ого, посмотрим пока куколка, так она там не была, была, я не видела, ну покажи, волосы у нее фиолетовые такие, и можно еще в холодную воду там что сделать, да, и сделаю сейчас, Ира собрала Лего наконец-то, да, да, вот, филипо играть здесь, вот такое вот сначала получилось, да, туда покажу, куколку не видно, угу, так, давай лучше по-другому камеру сделай, допустим, и еще здесь ласта, ласта, это катер, да, еще вот так вот крутится, угу, еще что, вот такое вот, типа остров с лежаками, все прикольно, такая вот девочка еще, и здесь еще вот такое, это, доска для сурфа, да, ой, и, что еще? да, на полах, и вот такое вот дельфинчик, дельфинчики, типа они прыгают через кольцо, угу, ну класс, их там вот так вот зацепить надо, угу, вот так, так, девчонки, обещала вам снять распаковку, извините, что так по-домашнему, но я просто хочу избавиться от тех уже коробок, которые стоят и ждут, в общем, своего часа, а тем более я вам в прошлом видео обещала, первое, что мне пришло, вот такие вот миниатюрки от фирмы Церави, вот еще написано, Церави, Церави, не знаю, как правильно читается, я помню время, когда блогеры активно рекламировали эту марку, но у меня никогда не было ничего из этого, но я решила, что лучше поздно, чем никогда, и попробовать заказать вот такие вот миниатюрки, это крем, увлажняющий для лица, я почему вообще решила заказать именно вот, это, я потому что искала себе крем увлажняющий для лица, честно вам скажу, я не люблю крема для лица, потому что у меня от большинства ощущение пленки на лице, и это меня очень как-то раздражает, короче, мне хочется от большинства кремов, от вот этих особенно, которые продаются в масс-маркете, просто у меня ощущение, что мне надо срочно умыться, поэтому я не могу с ними там ходить целый день, накладывать на них косметику, а тем более спать ложиться, это для меня вообще какой-то, ну, выше, короче, моего понимания, я не знаю, как люди, как вы, девушки, это делаете, серьезно, у меня ощущение маски на лице, кожа не дышит, короче, ну, я покажу чуть позже, я знаю, какой крем, мне 100% подходит, и он проверенный уже мной, и я его тоже заказала, но также наткнулась на вот этот крем, у меня сейчас с началом отопительного сезона очень сухое лицо, прям стягивает, знаете, вот такое иногда бывает, плюс я не любитель пить воду, и хотя нужно это делать, как минимум 2 литра, но я прям заставляю себя, и вот ощущение вот этого сухого лица заставило меня пить крема, вот такой вот маленький, сколько здесь у нас, 50 мл, это увлажняющий крем, он идет, для сухой и очень сухой кожи, хотя у меня не очень сухая, у меня скорее комбинированная, но тем не менее, ну, такой, в общем, увлажняющий крем написан, он как крем идет, я им пользовалась, честно скажу, один раз уже, просто вам покажу, ну, пахнет он не очень приятно, мне не очень нравится этот запах, не знаю почему, но он мне понравится тем, что у него такой пудровый, после вкуса, я хотела сказать, нет, пудровый финиш, да, если по модному сказать, ну, в принципе, буду пользоваться, я пользовалась один раз, поэтому прям сильно каких-то комментариев оставлять вам не буду, но тем не менее, и вот такие вот еще два средства, это одинаковые, миниатюрки, сколько здесь, 20 мл, в одной, это просто увлажняющий клинсер написано, то есть, очиститель, ну, короче, это типа как гель для умывания, типа такого, ну, пробовала тоже один раз, ничего не могу сказать, мы с собой куда-то возьмем, и косметичка шла в подарок, были такие же наборы без косметички, я выбрала за эти же цены, я выбрала вот с косметичкой, ну, косметичка лишняя никогда не бывает, стоил такой набор около 300 лир, где-то в долларах, это, наверное, долларов 8-9, так приблизительно буду вам говорить, дальше, какой мой теперь самый любимый крем в мире, да, который не ощущается на лице после нанесения, это даже скорее, Ларош-Позе, это написано, кстати, сейчас вот заметила, что это увлажняющий бальзам даже, а не, он поэтому, видимо, такой легкий, увлажняющий бальзам, да, кстати, да, вот смотрю еще сейчас, восстанавливающий, та-та-та-та-та, короче, он подходит для тех, у кого есть атопический дерматит, да, наверное, это называется на русском, для чувствительной кожи, для сухой кожи, даже для детей, но это, конечно, бомбосредство, я не помню цену, честно скажу, по-моему, он один стоил 300 лир, что-то такое, не знаю, в общем, 75 миллилитров, здесь подпишу, очень крутой бальзамчик, у кого такая же проблема, как у меня, с кремами, вот, вам идейка, и еще мужу заказала, вот такую миниатюрку, это крем, не крем, господи, шампунь, против перхоти, тоже очень классный, у нас была полноценная версия, прям, крутой, Деркос, это от Виши, серия, очень крутой, но у него сейчас такие цены, по-моему, одна банка, такая, не знаю, сколько там уж, миллилитров, 700 лир стоит, что-то типа того, это даже миниатюрка, стоила недешево, тоже не помню, но подпишу, дальше, то, что я вообще понятия не имею, зачем я показала, показала, заказала, как вы думаете, что это, ну, в принципе, по упаковке понятно, это salad cutter, аппарат для нарезания салата, вот, если вам так лучше будет понятнее, как он работает, не знаю, увидела просто в инстаграме у кого-то, потом полезла на трендел, нашла и сразу взяла, честно, даже не думая, на самом деле, хотя взяла за 90 лир, и 90 лир для вот такой пластиковой штуки, это дорого, 90 лир, это где-то, может, доллар два с половиной, так, если переводить, ну, это, правда, дорого для этой ерундинки, знаете, я люблю скупать гаджеты для кухни, и потом они у меня валяются, ну, в общем, не знаю, как это, короче, насыпайте вот сюда салат, прикол в том, что насыпать можно, вот, вот здесь вот инструкция, что насыпать можно полностью все, что у вас стало, то есть не по одному резать там отдельно, огурцы, помидоры, листья салата, просто вот сюда насыпать, наваливаете, да, все это там, можно здесь и помыть, да, удобно, потом закрываете вот так крышечку, она тут регулируется, фиксируется, нарезаете, типа, вот так вот, и вот переворачиваете, открываете, можно еще сюда высыпать, и вот у вас, типа, готовый салат, вот так вот, то есть это для ленивых, я, в принципе, люблю салаты, но не люблю их резать, это часто меня останавливает от их готовки, хотя мне пора, если честно, переходить именно на салаты, я уже поправилась, капец, и еще самая важная посылочка, вот такие вот, четыре парфюма мне пришло, от марки, бар гелло, так вам, чтобы было вам сделать, тут не написано, где-то, в общем, вот так вот называется эта фирма, это парфюмы подделки, так скажем честно, ну, они не афицируют это, как бы, да, но, это аналоги знаменитых брендов, упаковочка у них у всех одинаковая, мужские идут вот в таком свете, женские вот в таком свете, но, сама бутылка абсолютно одинаковая, стоят они 200 лир за 50 миллилитров, ну, по скидке, там бывает и больше, но запах, это просто, хотя я люблю парфюмы, парфюмы оригинальные, муж мой тоже, но мы, по чистой случайности, тоже, опять же, по рекомендации, по-моему, из инсты, я нашла, и купила их просто, наобум, так скажем, одни, это уже вторая серия, которую я заказываю, и они такие классные, я купила номер до этого, сейчас я вам скажу какой, потому что я опять его заказала, он закончился, 561, это вот это, там все по номерам, там не расписано, какие именно это аналоги, но в интернете все, можно в гугл ввести, и все написано, он очень крутой, мужской, но я бы сказала, что он скорее унисекс, это, по-моему, аналог по карабану, если я не ошибаюсь, тоже подпишу, ставлю вам фотографии, чего это аналог, очень крутой, единственное, конечно же, естественно, что не ждите какой-то супер стойкости, но, тем не менее, я его ощущаю, даже после целого дня, остается такой легкий запах, на одежде и на волосах, то есть не совсем он прям выветривается, на руке, возможно, нет на теле, но на одежде, на волосах остается, вот этот по карабану, очень классный, и мужской, женский, я вообще, на самом деле, мужу его купила в прошлый раз, мы пользовались, мы оба, и поэтому он очень быстро закончился, вот второй взяла, еще взяла мужу, тоже, опять же, первый раз решила попробовать, его любимый парфюм, это Dior Home Intense, тоже вставлю фотку, я взяла аналог, из Баргелла, вы знаете, это просто копия, я честно не ожидала, вначале я так, ну, как бы понюхала, да, похож, потом нанесла на руку, и вначале он, когда не раскрывается, пока не раскрылся, он не очень похож, но потом он как начинает пахнуть, вот этим вот Dior Home Intense, я думаю, знают, ну, если ценители есть среди вас, знаете, что он такой древесный, у него аромат, даже не знаю, как описать, честно говоря, не очень разбираюсь, прям в этих всех нотках, но он очень крутой, и вот этот вот на замену, то есть Dior Home Intense, очень дорогой парфюм, естественно, оригинал, но на каждый день вот этим пользоваться, я мужу купила, бомба, девочки, бомба, теперь, что касается женских парфюмов, у меня тут еще две женские версии, кстати, положили еще в подарочек, вот такой, Камири отдам, это желейки, так, заказала еще два аромата женских, ну, потому что они чаще всего продаются по скидке, мужской, женский, мужской, женский, ну, там разные номера можно выбрать, значит, заказала мой любимый Том Форд, когда-то у меня был, ну, как мой любимый, не самый мой любимый запах, но я знаю, что он у меня был, я знаю, что он мне нравился, кажется, Black Orchid это был, тоже не помню точно название, но упаковку вы все думаете, знаете, думаю, знаете, очень классно пахнет, очень, бомба, ракета, это написать, и еще наобум по отзывам заказала аналог Виктории Сикрет, Bomb Shell, или как-то так называется, вот точно не помню тоже, но абсолютно не мой запах, он пахнет, знаете, мне он напоминает, в детстве были, я даже не знаю, как он его писал, мне кажется, какие-то, может, Вейвани, такие духи были, короче, это цветочный запах, я не люблю, оказывается, цветочный запах, вот настолько, потому что они меня мылят, вот они мне мылом пахнут, и все, не могу я, не знаю, может быть, буду просто пользоваться, как освежителем воздуха, но на теле, он мне, на мне, абсолютно, он мне не нравится, посмотрим, напишите, какие ваши любимые ароматы, какие ваши любимые духи, если кому-то что-то интересное, поконкретнее, тоже могу рассказать, показать, спрашивайте, и еще хотела вам предложить такой вариант, чтобы вы задавали мне какие-нибудь вопросы, а я в конце каждого видео постараюсь на них отвечать, ну, на любую тему, это как бы не обязательно по поводу Турции даже, в общем, что хотите, спрашивайте, на этом видео свое заканчиваю, всех целую, обнимаю, жду ваши комментарии, всем пока-пока, пока,